Дмитрий Николаевич, то, что вы с курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством. Бойня в студии Соловьёва. Что нам делать? Что нам сейчас делать? Идти с ними на переговоры? Я разве об этом сказал? Россия, готовься, тебе конец, к тебе скоро прилетят. Это горячие новости, все самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску, мы создаем этот проект благодаря вашей поддержке. Мы, как никто, знаем цену вещам, которые оточат нас. Что бы не сталося, мы киевский картонно-паперовый комбинат. Цены завжди поруч. Путин отличился, у него куриное откровение. В такой атмосфере давно он никуд-кудакал. Дмитрий Николаевич, то, что вы с курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством. А какая крутая и оживленная работа будет, когда ты будешь сидеть в Гааге, это точно добавит красок в русскую обыденность. Но это еще не все, Путин в ярости. Ну что, курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше, чем на 27%. А что случилось? Золотых запасов на курочку уже не хватает. Ты ракет больше покупай, тогда их только и ешьте. Новость из фронта. Только за сутки под артиллерийским огнем рашистов оказались более 130 украинских населенных пунктов. По информации Генштаба, на Купинском направлении ВСУ отразили 13 атак оккупантов, на Бахмутском – 10. Там ВСУ продолжают штурм южнее Бахмута. На Авдеевском отражены 15 атак. Там орки до сих пор надеются окружить Авдеевку и применяют авиацию. На Маринском направлении путинские воины пытались штурмовать, и, конечно, все напрасно. Наши бойцы отбили 20 атак. Также орки уплотняют миновзрывные заграждения вдоль границы с Белгородской областью. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. На Херсонском воины ведут контрбатарейную борьбу. И уничтожают врага. За сутки удалось ликвидировать 810 оккупантов, 29 танков, 18 боевых бронированных машин и 30 артиллерийских систем. У России новая страшилка. Минобороны Болот сообщили о тренировке массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Для этого они запустили межконтинентальные баллистические ракеты Ярсы «Синева» и крылатые ракеты. Шойгу вроде бы приехал на фронт и рассказывал секреты. Появилось видео его визита, по легенде, в передовой пункт управления группировки «Войск Восток» на южно-донецком направлении фронта. Это все, что Минобороны удалось опубликовать с шойгунского лепета. Все остальные разговоры засекречены, звук убран, а карты, на которых воины так усердно водят ручками, замылены. Ни разговоров, ни окопов, только покорное качание головой согнанной массовки. Шойгу снова построили декорации, среди которых он позировал. Памперс хоть не забыл одеть. Стыд и злость, эмоции от которых невозможно избавиться. В Одесской области в Черноморске четверо мужчин напали на старшего сержанта ВСУ и жестоко избили. По информации СМИ, пострадавшего военнослужащего доставили в больницу с переломом шеи и отеком мозга. Вместе с тем бандиты еще и украли у жертв телефон, банковские карточки и военный билет. Полиции сообщили, что задержали двух нападавших, следствие продолжается. Еще бы немного и Соловьевская студия превратилась в руины. Они бы сами ее разнесли. В зомбокурятнике скандал. Соловьев вышел с гостем один на один. Подумайте над тем, чтобы поставить в студии ринг. Что нам делать? Что нам сейчас делать? Идти с ними на переговоры? Я разве об этом сказал? А что делать? Ну, остановиться? Я разве это предложил? А что? А что нам делать? Ну, по крайней мере, сделать можно. Ну, по крайней мере, что? Мы должны делать, чтобы государство должно защищать своих людей. Да. Свою страну. Что нам делать? Что вам делать? Взглянуть на свое государство и сделать выводы, если вы на это способны. Затем свергнуть власти таких, как вы. Чтобы не было Хамаса, кто его поддерживал? А кто его поддерживал? Кто его поддерживал? Президент какой страны говорил, что ему нужен Хамас? Я еще раз говорю, мы не создали Хамас. Мы его использовали против нас. Но это не играет сегодня роли. Как? Место того, чтобы вы уничтожали, что его использовали. Вот так заявочки. Что же Соловьева не разорвало от крика? Так что все напрасно. Если вдруг кто-то до сих пор не понимает, почему московскому патриархату не место в Украине, то стоит внимательно послушать следующее. 15 лет тюрьмы получил сумской священнослужитель. Он оказался Путина служителем. По информации СБУ, настоятель храма московского патриархата собирал разведданные о дислокации ВСУ и должностных лиц военно-гражданских администраций Шосткинского района. Окупанты завербовали его. Потому что тот открыто транслировал свои прокремлевские взгляды и насаждал их прихожанам. Вот во время бытовых разговоров он и расспрашивал у людей нужную россиянам информацию. Теперь его общение ограничится кругом тюремных коллег. Настоящее лицо россиянина. В Саратове бабушка была не в курсе, что в домофоне есть видеокамера. И начала воспитывать свою внучку. Предупреждаем, эти кадры не для слабонервных. Такое наказание девочка получила за то, что потеряла тысячу рублей. Но что-то подсказывает, что эта женщина такую манеру общения использует вне зависимости от ситуации. Что здесь стоять три часа тут, блядь? Я не знаю. Что ты что-то делаешь? Я тебе сейчас убью, подлога. Я сказала, мне насраться, что ты будешь, сука, делать. Пошла искать такси. Ты на кто машину, папа? Ты тварь сконченная, блядь. Вот так русская бабушка готова убить родную внучку. Какая у ребенка может быть психика? Она просто не может понять, за что получает такое отношение. Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Министр заверил, что мы уже имеем производство, которое производит тысячи дронов. Украина наращивает их производство значительно быстрее обычного вооружения и боеприпасов. Информирует Суспильно. Женщины с Россией не прекращают удивлять. Вот в Пензе одна решила, что и срочно нужно выйти с автобуса там, где нет остановки. Водитель не остановил, вот она и закатила скандал. Я попросила выпустить тебя. А когда? Вы чувствуете? Во втором ряду ехали. Не имеет права водитель останавливаться. Там остановка нет. Остановка на остановку. Вся машина садебится, ему отвечать. То, что ее что-то может сбить, женщину не интересовало, поэтому она решила выйти с транспорта. Чего бы ей это ни стоило. Открыла окно и выпрыгнула. У нас на самосыдь пошла. Вот оно катапультирование по-русски. В это видео Путину покажите. Это же упражнение такое, чтобы тело было здоровым и крепким. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите горячие новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ. Война продолжается.